Добрый день! Сегодня мы будем окрашивать деревянную складную стремянку краской Дель Броско. И это будет не классическое окрашивание, а с небольшим эффектом состаривания. Для начала подготовим поверхность. Смачиваем древесину кистью или влажной тряпочкой, а после высыхания ошкуриваем мелкозернистой бумагой, убирая поднявшиеся волокна. Древесину всегда ошкурим по направлению древесного узора. Берем вересковый оттенок. Можно было бы сделать однотонное окрашивание. Вот так это бы выглядело. Краска очень укрывистая, но мне захотелось сохранить красивую деревянную фактуру. Для этого есть вариант почти сразу же после нанесения стирать краску влажной тряпочкой. Получается очень легкое тонирование, как будто мы работаем цветной морилкой. Но я делаю по-другому. Разбавляю краску водой в процессе и окрашиваю все поверхности. Так получается более насыщенное окрашивание, чем морилкой, но все-таки полупрозрачное, через которое виден древесный узор. Можно сразу же намешать большое количество такой разбавленной краски в отдельной емкости. Но мне удобнее делать это в процессе. Работать приходится быстро, чтобы краска нигде не успела подсохнуть и впитаться в дерево. Иначе получится неравномерное окрашивание с пятнами. Впрочем, в такой состаренной технике неравномерность не так сильно будет бросаться в глаза. Так что можно не переживать. Уровень насыщенности оттенка регулируется количеством слоев. После первого я решаю добавить еще один. После высыхания краски беру наждачную бумагу с зернистостью 180 и начинаю ошкуривать. Я прохожусь по всей поверхности, но особенно сильно по всем краям и углам. Там краска сошкуривается практически до древесины. Вот что получается. Беру следующий оттенок, это пепел розы. В технике сухой кисти начинаю припылять всю поверхность. Название техники говорит само за себя. Краска набирается на кисть, а затем вытеряется о бумагу или салфетку почти до сухого состояния. Таким способом нельзя окрасить что-либо в привычном смысле, но можно именно припылить. Сравним, как выглядит изделие с эффектом сухой кисти и без него. Здесь также важно работать кистью вдоль направления древесного рисунка. Такая техника позволяет дополнительно проявить фактуру дерева и дает ему эффект состаривания. Если краска мазнула очень насыщенно, можно очистить это место влажной тряпкой, просушить, а затем пройтись с сухой кистью снова. И последнее. В некоторых местах я наношу очень сильно разбавленный оттенок фиолетовая орхидея и почти сразу же стираю его влажной тряпочкой. Посмотрите на разницу. Оттенок становится более неоднородным и насыщенным. Эффект состаривания древесины может быть очень разным в зависимости от стилистики интерьера. От грубого броширования и контрастных цветов до таких вот деликатных полутонов. Преображайте пространство вокруг себя с красками броска.